здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на канале Светлана Портнова и Алена Исакова и мы сегодня поговорим на очень интересную тему мы поговорим на тему 5 языков любви я думаю что эта тема не оставит никого равнодушными поэтому включайтесь слушайте познавайте ставьте лайки и участвуйте рассказывайте ваши истории Алена тебе слово очень рада видеть тебя Светлана и всех вас просто так классно наш на женский клуб вместе девочки и я думаю поговорить о взаимоотношениях это это всегда полезно как как правильно понимать друг друга потому что мы очень разные каждый человек уникален и главные проблемы возникают когда не правильное ожидание мы ожидаем одно получаем другое и думаем что-то про себя не в состоянии выразить что нам на самом деле надо и вот когда-то я прочитала мне кажется лет двадцать назад книжку она называлась пять языков любви я не помню кто ее написал но она просто запала мне в душу и это очень помогает в отношениях и мне и естественно и с дочкой поделилась мы по-разному выражаем любовь и есть пять способов основных как люди выражают любовь друг к другу я сразу перечислю можете это способ выражения людей мужчины или женщины или это не независимо абсолютно независимо главные способы выражения любви у каждого человека два из этого набора присутствие вот по наблюдениям просто иногда три бывает но как бы основных два поэтому очень важно понять какой язык любви у твоего партнера из бы он почувствовал любовь ну давайте расскажу сначала какие первое это время проведенное вместе это вот такое выражение любви надо надо ты хочешь перечислить потом раскрывать их по отдельности потому что что такое время проведенное месяц что имеется ввиду это когда вы вдвоем это вы вот занимаетесь друг другом для вы делаете что то что то вот у меня у мужа это один из языков любви это провести время вместе но то есть это не обязательно разговаривать и не обязательно что-то делать это просто находиться вниз вместе то есть это даже просто может быть выделить время посидеть вместе на диванчике попить чай он например вчера вечером уже легли спать и помнили а сергей работа тон protegу там напряженка сейчас вашим тон forth и он работал на себя там внизу я бы не видела, я занята была, и всё. И вот вечером мы ливили уже спать. И он вспомнил, что он забыл выкатить эту мусорницу. Ну, это же наше американское всё. И он, значит, пошёл. И я думаю, у него язык любви помощь. Я говорю, давай я тебе помогу. Ему не надо тащить эту мусорницу. Помогать. Естественно, там вообще мусора почти нет. Но он с такой довольной, что я пошла с ним на улицу в пижаме, в тапочках помогать ему эту мусорницу тащить. Ну, подожди, но это не быть вместе, это другой уже язык. Я тебе дальше рассказываю, дальше рассказываю. Что с ним я... Причём я ничего. Я взяла картонку и ресайкл там чуть-чуть коробочку поднес. Вся моя помощь заключалась. Важно, что ты вылезла из тёплой постели. Ты полезла, конечно. Ну, конечно, это очень... Я тебе помогу, понимаете? У него... Это его язык любви. Я пошла ему помогать выносить мусор. А потом, после этого, вечер был такой хороший. Такие звёзды у нас тут. И мы, значит, пошли. Он говорит, слушай, а может быть траву на газу не полить? Я говорю, ну, пойдём я тебе помогу. Я сидим... Это сколько времени было вечера? 12. 12 ночи. Так, отлично. Он поливает газон. Газон у нас, естественно, у нас стану хаос, у нас этот газон мощный. Там 3 квадратных метра. Или сколько там? 6 квадратных метров. Он полил. А потом мы пошли гулять. Вот так. Ну, это Америка в пижаме. И в тапках можно погулять. Тут кристальная частота. Никого вокруг. И мы час... Мы до часу ночи гуляли, что-то разговаривали. Мы провели это время вместе. Он такой довольный пришёл. И хотя ему рано вставать на работу, вот ехать в центр Вашингтона, ты знаешь, я понимаю, что ему это просто нужно было. То есть просто нужно было. Ну, нужно было почувствовать в этот момент, что ему нужно. Вот чего-то была какая-то недоделанность, да, когда спать пошли. Очень ясно, девочки, скажу, мне настолько не хотелось вылазить из кровати. Ну, конечно, из тёплой кровати тоже хочется. Да, и ты просто вылазишь, идёшь мы с третьего этажа в гараж за этим мусором. То есть на самом деле думайте головой, как вот человеку выразить. Потому что, ну, значит, мы сказали, время вместе. И тут же помощь, да? Помощь. Да, помощь. Ну, у меня вот, я, например, помощь, люди мне помогают, я не выражаю, я не чувствую, что это любовь. Муж, я просто знаю уже, когда муж мне помогает, он вот любит меня, он мне всё время помогает. Я просто головой уже знаю, что так вот выражает любовь. Это его язык любви. А для меня это ничего, для меня подарки. То есть один из языков любви – это подарки. И Сергей... На самом деле это вопрос очень интересный, потому что я где-то читала на интернете, что девушка говорит, вот надо же, мы, говорит, с парнем встречаемся, а он мне не дарит никаких подарков. То есть у неё в семье, и у неё это было принято, выражать свою любовь, дарение подарков. А у него не было принято, и для него это никакие, ничего такого. А я даже не знаю, откуда это идёт. То есть это какая-то вот наша, как цвет волос. А что ты больше любишь, дарить подарки или получать подарки? Понимаешь, из-за того, что это мой язык любви, я и дарить люблю подарки, и получать люблю подарки, получать я больше, потому что я чувствую себя любимой. Ты знаешь, а я вот не люблю получать подарки. Ну это не твой... А какой у тебя твой язык? Это помощь, да, это поддержка и помощь. И это, наверное, разговоры, там у тебя ещё есть про разговоры, да? Да. То есть ещё, значит, слова. То есть слова... Слова, да. Да. И это тоже целое искусство. Вот человек, который умеет словами, на самом деле это очень здорово, потому что... И у нас, кстати, в России вот эта часть, она страдает, потому что почему-то считалось, что не надо хорошего говорить, не надо с этой сантименты. В результате люди теряют очень много, у которых язык любви и слова... Я тебе скажу, что женщины... Женщины любят ушами, это известно, да? То есть женщины как раз предназначены для того, чтобы им говорили красивые слова. Но не все мужчины это понимают, да? Что мы... Только нам скажи слово, да мы же вообще в лепёшку расшибёмся. Но это особенно те женщины, у которых слова являются языком любви, потому что для меня, например, слова не очень важны. А для меня очень важны слова. Вот интересно, да? Когда тебе язык любви важен, например, мне слышать, что подарки для кого-то не важны, я думаю, ну надо же! Ты знаешь, я подарки люблю сама себе покупать, потому что в этот момент я таки, да, испытываю удовольствие от того, что я себе купила то, что я хотела. Потому что когда мне дарят подарки, получается ерунда какая-то. Мне что-то подарили, оно мне не нужно, и оно мне никак не... Вот если, например, тебе подарили бесполезный подарок, какое у тебя ощущение при этом будет, что тебя любят и всё? Как-то я не люблю подарки совсем. Я не люблю. А тут насчёт подарков интересно, это тоже искусство. Значит, смотрите, девочки. Женщины, мужчины любят полезные подарки, они не любят бесполезные подарки. Это кто любит ещё? Мужчины, мужчины. То есть мужчины... А я тоже люблю полезные, я тоже не люблю бесполезные. Значит, сейчас тебе объясню. Ты любишь цветы? Цветы? Ну, мне приятно, если мне их подарят, да, приятно, но я понимаю, что как бы я могу без них обходить. Во всяком случае, так скажу, в нашу бытность проживания в России, когда это было дорого, мы никогда не дарили цветы. То есть это считалось у нас... Сейчас это уже немножко так проще. Ты знаешь, ну, скажем тогда так, что большая часть женщин любят бесполезные подарки, а большая часть мужчин любят полезные подарки. То есть просто в подавляющем количестве. То есть, например, мужчина, ты когда-нибудь видела, как несёт букет мужчина? Вот он купил его, ему надо там на день рождения или куда-то. Вот у нас на день Валентина они тащат. Как будто он добычу за хвост поймал. Он тащит, ему главное донести. А когда женщина купила этот же букет, она пока несёт его, она уже наслаждается. Потому что мы любим, они красивые. И вот интересно... Я тебе скажу даже так, что здесь в Америке я даже иногда, когда праздник какой-то, и мне даже хочется, например, купить цветы, я сама себе их покупаю. Потому что, ещё раз, я люблю сама себе покупать подарки и делать себе приятно. Я люблю другим делать приятно, но и себе люблю делать приятно. Я сейчас договорю насчёт вот этих подарков полезных и бесполезных. Например, когда мне муж однажды подарил набор цикарных ножей, я обиделась. Да ты что? Вообще, как даже дарить не принято. Нет, просто вот, если он мне подарит там, вот сейчас я спросила, слушай, купить этот горшок, там, мультиварку, который ты мне посоветовала. Машин женский клуб продолжается, и когда мы выключаем камеру, хотя это вам бы было очень интересно. И он говорит, ой, может, тебе на Рождество подарить? Я говорю, не вздумай. Это такая полезная вещь, то есть, её нельзя. То есть, мне нужно дарить абсолютно бесполезный подарок. Очень большая часть женщин, которые вот именно рады будут подарку бесполезному. То есть, как красивый, который как жертвоприношение. Ну, ты понимаешь как? Ну, это же как бы, вот у тебя в доме интерьер, у тебя какой-то дизайн, и вдруг какая-то чепуха, которую нужно куда-то поставить, и оно совершенно не вписывается ни в твоё понимание того, как оно должно выглядеть. Мой дядь умеет делать подарки мне. Единственный человек, который умеет подарки, когда он мне вот в прошлый день рождения часы шикарные купил, просто вот он знает, что... Это полезный подарок, это же не просто красивый. Ну, какой-то это полезный, это вообще кому нужны часы в наше время, кроме как... А как же без часов-то? Нет, часы не считаются полезным подарком. Это нет, нет, нет. Но они такие красивые, они такие... Вот. И вот, понимаешь, я чувствую, что и я стараюсь им какие-то подарки делать. То есть мы понимаем друг друга, потому что у него тоже язык любви, подарки являются. И он дочке постоянно, вот цветы, приезжаешь всё время в букет, и он вот ей притаскивает, почему-то такие красивые выбирает, вот он ей, я говорю, Алиса, ты понимаешь, что это? Он у тебя любит, выражает любовь, потому что у неё, тоже как у Сергея, помощь. А Данила, он просто вот это не чувствует. То есть он помогает, когда надо, а не так просто. Да, когда попросишь, а так нет. А с тобой не будет. А на самом деле, у них как бы разные, разные вот эти вот языки, и она как бы, ну, старается друг другу помогать. Это вот интересный момент, очень ты затронула, что даже в успешной семье языки любви могут быть разные у мужчины и у женщины, но для успешности именно семьи нужно понимать, какие это языки, и стараться другому человеку вот разговаривать с ним на его языке. Если он с стороны будет договариваться, ну, в смысле, не договариваться, если они будут знать об этом и вести себя соответственно, то это как бы залог вот успешной семьи и любви. Да, и мой муж, допустим, узнает, что мой язык любви – подарки, и он всё время это грузит его, на самом деле, причём очень трудно дарить. Ну, да, да, и да, я тоже не люблю, честно, ужасно. Я отношусь к дизайнеру, и я, вот, история у меня была, когда я, ну, я люблю часы, и я их теряю всё время. И вот как раз потеряла часы, я вспоминаю, я летела в командировку куда-то в Европу и купила часы в самолёте. И мне столько понравилось, ну, как бы я хотела, чтобы мне мой муж их купил. И когда мне их дали завёрнутые, ну, просто запахнули, я их даже не открыла. Я потом, я ему дала, говорю, ты мне подаришь. И вот через месяц у нас было какое-то свидание, надо с мужем организовывать свидание, девочки. Обязательно. То есть это нужно. То есть какая-то… Мы так резко с мужем видимся, что у нас уже каждого встречи свидание. А, да, потому что на самом деле мы занятые люди, но над этим надо поработать. Вот эта романтика, когда ты… Ну, не всем нужны. Вот, кстати, романтика – это тоже, наверное, один из языков любви, он не всем нужен. То есть кто-то понимает романтику, а кто-то нет вообще. Какая-то ерунда. Я думаю, что у тебя список кончился, нет? Кончился, прикосновения остались ещё. Ага, ну, прикосновения – это святое. Ну, святое. Это у кого язык любви, прикосновения, а у кого и нет. Например, у меня этого языка любви особо нету. А вот человек, у которого прикосновение язык любви, обниматься, вот эти обниматься, обязательно, да. Обязательно. И человек прям чувствует себя любимым, вот, и всё. И не хватает людям, на самом деле, которые вот не женаты, не замужем. Я знаю, что в Нью-Йорке даже платные клубы, не клубы, а какие-то… Люди обнимаются, показывают новостями. Да, да, да. Прям приходят, и они там вот могут прикасаться друг к другу, потому что здесь запрещено вот это всё, как бы абьюз какой-нибудь. А у меня муж, вот я всё время углажу, углажу по головке, то есть я знаю, что ему это очень нужно. Просто… Знаешь, на самом деле, обнимание – это вообще очень серьёзный механизм, потому что у меня есть прибор, который измеряет ауру человека, да. Ты там кладёшь ручку, там вот фотографию твою делать, и потом покажут твое ауру. Так вот очень интересно, например, вот ты, допустим, мужа не видел целый день, сделала свою ауру, да, а потом… И он сделал, допустим, свою, но вы не пересекались, близко не подходили, скажем так, на безопасной дистанции, а потом обнялись и снова сделали. И это уже, фактически, это уже прибор, то есть тут не обманешь. Значит, достаточно просто обняться, и цвета ауры начинают переходить от одного человека к другому. То есть, например, вот муж был на работе весь день, но я не знаю, какой у него был день, допустим, у него там доминирующий цвет красный, там, и оранжевый, а у тебя какой-то зелёный и голубой, да. Вот вы обнялись, и у него пошли блики зелёного и голубого, а у тебя пошло его, его блики красного. То есть, происходит такое вот смешение, причём это достаточно на одну минуту вот так вот буквально обняться, и всё. То есть, это ещё и физиологическая потребность, да, энергетическая, в том, чтобы обменяться энергиями. Это не просто вот, ой, мне нравится обниматься. Тут очень серьёзные задействованы механизмы энергетические. Ну, на самом деле, я многим молодым девочкам, я не знаю, как ты делилась, я этим или нет, мой совет, что встречайте мужа с работой. Очень важный момент. Встречать мужа с работой. А, да, да, да. То есть, вот этот момент, когда он приходит, просто надо то, чем ты занимался, бросить, и пойти, и вот, наверное, самое лучшее обнять его, просто, чтобы он чувствовал себя принятым. Это такой вот залог, потому что, и причём, может получиться, что ты сама тоже с работой вроде как, ну, кто кого встречает, но если ты первая, если ты думал раньше, может быть, ты устала, может быть, нужно показать человеку, что тебе радостно ему приходит. И ты радостен, это, на самом деле, один из залогов. Ему захочется возвращаться, понимаете? А если встречают какой-нибудь этой такой вот претензии сразу, или тем, что тут надо сделать, или просто молчание, он приходит, где же она, чего она там делает. С едой надо встречать, надо встречать. Ну, это ступень, да, если ты готовишь еду, там можно, в принципе, почувствовать запах, это для него уже, так сказать. Вот. Но с другой стороны, вот он должен чувствовать, что его ждут, когда ты готовишь еду, это, естественно, тоже ты ждешь. Опять-таки, ты с улыбкой, а не с претензией. То есть вот это, потому что, когда мужчина, вот так его день ото дня встречать негативом, у него на позади набор, он не хочет возвращаться, он будет придумывать себе какие-то отлынивания, задержки на работе. На самом деле, это вообще очень серьезный вопрос, потому что, вообще, конечно, я понимаю, что в определенных социальных рамках люди находятся, и мы все живем под стрессом, да, очень много стресса, и стресс действительно вызывает негативную реакцию, нужно вот этот негатив, эту энергию выплеснуть, да, и получается, что мы выплескиваем эту энергию на самых близких, на самых любимых людей. Ну ты же не будешь разбивать свою самую любимую кристальную воздух, наверное, в крайнем случае, если ты хочешь сбросить негатив. Но я, например, хочу сказать, мне, например, негатив очень помогает сбросить душ, просто вот в душ встать, вода очень помогает. Или пилата заняться, вот включить там, видео своего упражнения, то есть настолько вот как бы физического упражнения, или прогулка быстрым темпом, ты идешь куда-то, вот этот негатив ты сбрасываешь, потому что в жизни стрессовая. Ну попробуй найти. Но нужно стараться этот стресс в семью не нести, и по крайней мере, опять осознание, да, мы все под стрессом, да, люди срываются, все бывает, но, конечно, нужно в семье стараться придерживаться позитивного настроения. И если на что-то мужа не устраивает, то, а мы все разные, да, и кто-то может делать совершенно неумышленно такие вещи, которые могут, будут нас раздражать, да, на самом деле, просто можно все то же самое, но сказать совершенно по-другому. Не что ты там, вот опять вечно ты там что-то такое делаешь, да, а просто сказать, слушай, дорогой, вот это вот не делай больше, а он все равно сделает, да, ну просто наши отношения... Головой, нам думать надо головой, прежде чем говорить, что-то... Слово не воробей, да, надо думать головой и надо относиться, относиться с полным принятием, люди все разные, и иногда даже не переделаешь уже, по молодости лет кажется, ой, сейчас вот мы женимся, я вот с этим буду работать, и он не будет таким, но, к сожалению, так не работает, менять можно только себя и свое отношение к чему-то, да. Мужчину... Девочки, вот мы как бы на прошлой передаче говорили о том, что как узнать человека, не надейтесь, чтобы его переделать, мужчину переделать нельзя. Ты знаешь, как и женщину, и женщину тоже переделать нельзя. Как и женщина. Вообще, я скажу так в общем виде, переделать другого человека нельзя, но можно переделать себя, да, себя можно изменить, и можно изменить свое отношение к этой ситуации. И если работать над этим и сказать, а чего я, собственно говоря, ну да, вот он такой, он же мой любимый, но он вот такой, какой он есть. Я его принимаю и люблю таким, какой он есть. И меняясь сама, он начинает меняться, ты вдруг видишь, Абсолютно, да. То есть поменять другого человека, да, сознательно нельзя, можно менять себя, а он, глядя на тебя, он будет подстраиваться тоже, да, вы же в одной упряжке, вы же вместе, он будет подстраиваться и тоже будет меняться. Это очень созидательно, это очень позитивно, очень здорово. Супер. Да, давай мы перечислим еще раз вот те все-таки пять языков любви, с чего мы начали. Время вместе, вместе, это один из любви, подарки, мой любимый, прикосновения, помощь, слова. Да, слова – это разговор, да, это поговорить, но это слова, это без этого вообще нет. Выразить, выразить это сказать, что я люблю тебя, можно же разными словами это сказать, это же надо фантазию. Понимаете, почему мы же творческие люди, мы должны творчество проявлять не вот только в картинах или в танцах, или в песнях, творчество должно быть вот в жизни, какие слова, как подобрать, как понять. И вы знаете, я знаю такую историю, совершенно потрясающую мне, после моего семинара, вот как раз на эту тему, женщина рассказала, как она сделала подарок к своему мужу. Она говорит, что я ему только не пыталась дарить? Вообще он все время это засунет, эту куртку куда-то не достает, все. И она подумала, что он любит больше всего. И думает, у нее такие ограниченные интересы, ну как мы обычно, пиво он любит. Она пошла в магазин и купила все сорта пива, какое только нашла. Она его дату дня рождения сколько ему исполнилось, выложила на ковре из этих бутылок. Он пришел домой, Света, он заплакал. Да, потому что ему хотелось пива. И такая трогательная забота найти все. он не семья, он понял, что она его любит. То есть он понял, что она его, я думаю, что там какие-то были, что она немножко так вот чувствовала, что вот он кроме пива очень любит. А когда она разделилась с ним, принесла ему то, что любит, совершенно друг другу, там вообще она просто говорит, ну отношения стали улучшаться. Да. Ну слушай, это замечательно. Я считаю, что это очень здорово. Я считаю, что нашим зрителям это очень полезно понять, какие языки любви у них и какие языки любви у их половинок. И тогда подстраиваясь под другой язык, который может быть тебе не близок совсем, но ты понимаешь, что он есть и понимаешь, что ты хочешь сделать приятно своему любимому человеку. Поэтому делайте своим любимым приятное, живите долго, счастливо вместе. А нам ставьте лайки, пишите свои истории и сообщайте, как у вас идет изучение языков любви. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok